Я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Красавчик и интеллигент, модник и талант Андрей Миронов щекотал нервы и будоражил сердца миллионов зрительниц. Его современники вспоминают, что актер более всех любил маму. Он, но были еще две женщины в его жизни. Андрей родился в семье актрисы Марии Мироновой и режиссера-актера Александра Монакера. Когда родители будущего актера встретились, оба были несвободны, но маленькая гастрольная интрижка вдруг переросла в большое серьезное чувство. Таким теплом окутавшие Машу и Сашу, что они приняли решение развестись со своими половинками и пожениться. Монакеры стали работать вместе, выступая в театре эстрады и миниатюр. Через некоторое время Мария забеременела, но работу не бросила. Время первых схваток подошло, когда женщина была на сцене. Маленький Андрей родился 7 марта, но родители решили, что такой ангельский мальчик должен стать настоящим подарком для женщин и записали днем его рождения 8 марта. Первая любовь у скромного и обаятельного Миронова случилась в седьмом классе – мама. То, что Миронов будет пробовать в театральной, было очевидно. Ребенок вырос в театре. Рядом со знаменитыми друзьями родители отдыхал на одних курорта с актерами и никакую жизнь не знал так хорошо, как актерскую. Однако поступать в щепку он отправился, убедившись, что никто не знает, чей Андрей сын. К тому времени родители успели поменять эту фамилию с отцовской на материнскую. Из-за знаменитого дела врачей он мог попасть в немилость власти. Поэтому срочно стал из манакера Мироновым. Быстрый брак. Однако вдохновленного юношу все же довольно рано удалось окольцевать. После театрального училища Миронов стал играть в театре сатиры, а однажды зашел на пару слов к режиссеру театра Валентину Плучику. Тогда же робко постучалась Катя Градова, молодая актриса, знакомая зрителю по роли родительский Кэт. Девушка Миронову страшно понравилась. И не стесняясь режиссера, он начал ухаживать за ней, просить телефончик вручать свой. Уже во время второй встречи Андрей сделал ей предложение. И потом и вовсе никого не предупредив, пара подала заявление в ЗАГС. Хорошая девушка. Внезапно приведенная в дом, да еще и на правах жены, Градова тут же почувствовала на себе ледяной прием негодовавшей Марии Мироновой, которая считала невестку настоящей завоевательницей. А когда молодые еще и дочку называли в ее честь Машей, то вовсе растаяло. Молодые жили отдельно и довольно счастливо. Однако их брак распался, едва маленькой Машей исполнился годик. Градова застала Миронова в одной из актрис театра сатиры и не смогла простить измену. Почувствовавши себя виноватым, Миронов оставил квартиру ей и дочке и отправился жить к родителям. Последняя любовь. Уехав от постоянных претензий на съемки знаменитого «3 плюс 2», Миронов безумно полюбил Наталью Фатееву. Признавался ей в любви, по-настоящему страдал, красиво ухаживал и чуть не плакал. К ней-то он и съехал от родителей, как только снова услышал очередной мамин упрек. Девушка растила дочь Машеньку, того же воржества, как и Маша Миронова, и сумела воссоздать привычный семейный уют для Андрея, пока смерть не разлучит. В конце 70-х, когда отчаявшийся Миронов в очередной раз создал романтическую обстановку для любимой и сделал ей предложение, Голубкина неожиданно согласилась. Брак продлился 10 лет, пока Миронов не отправился на гастроли с театром. Играя сцену с Ширвиндом, он, не окончив свой монолог, вдруг попятился назад и стал медленно оседать. Коллега подхватил его на руки и понес за кулисы. Следующие два дня врачи боролись за жизнь гениального артиста. Но это был второй инсульт Андрея Александровича, к тому же перенесшего ранее серьезную операцию, связанную с лимфатической системой. В этот раз смерть победила. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забывайте.